Попросили рассказать про универсальный съемник силовой для кареток и для трещоток, скажем так. Значит, с чего все началось? Вот есть обычные ключи, съемник для каретки под квадрат и съемник для трещотки, для кассеты. Я пользовался обычным разводным ключом с длинной ручкой, у меня началось срывать шлицы. Вот эти вот шлицы, куда надевается ключ. Соответственно, накидной головки у меня не было большой, вот такой вот. И здесь тоже, соответственно, не было большой накидной головки. И я пользовался разводным ключом, начало срывать шлицы. И когда их сорвало, вот эта часть нормальная еще, я думаю, что сделать? Взяли просто вот такой вот профиль. Значит, это, по-моему, 25 миллиметров, сейчас я точно скажу. 25 на 40. В руке лежит он очень удобно, прям вот идеально. То есть 20-очка, наверное, будет резать руку, а вот 25 на 40 прям отлично. Просверлили отверстие, вставили туда вот ключ, вот так вот обварили, и все замечательно. То же самое потом со временем, когда ключ для съемника трещотки также разбился. Тут уже я сам просверлил, и сам уже тут кое-как наляпал сварочки. Здесь мне сварочек варил профессионально, здесь поаккуратнее, скажем так, все это дело сделано. А тут у меня наляпано самостоятельно. Собственно говоря, и все. И получается очень длинный рычаг. То есть каретки откручивать, сейчас скажу, сколько тут получилось. Вот 62 сантиметра, но это чисто случайная длина. Можно сделать подлиннее. Чем длиннее рычаг, тем, соответственно, проще откручивать. И вот у нас, получается, мы надеваем вот сюда каретку. И чтобы у нас ключ из шлицов не врывался, есть вот такой поджим. Продается на Алиэкспрессе, можно сделать самостоятельно. Просто здесь резьба немножко необычная. Там, по-моему, М10 на 1.25, а обычные винты М10 на 1.5. Соответственно, вот он сюда вкручивается в каретку, и вот этой гаечкой поджимается. И можно спокойно крутить. У вас никогда съемник не вырвет из шлицов. И не будет шлицы разбивать, и руки себе не повредить, и держать ничего не надо. То есть можно двумя руками давить на рычаг, а съемник будет все время держаться на каретке. Ослабили, провернули, опять затянули, и дальше откручиваете каретку. Очень удобная штука, в руке лежит идеально. И то же самое под кассету. Кассету очень сложно, трещотку очень сложно откручивать бывает. А здесь рычаг длиннее, чем обычный ключ. Обычный ключ вот такой длинный. Да, а у нас здесь в два раза длиннее. Если что, можно колесо руками зажать и ногой. И ногой надавить, и открутить, соответственно, кассету или трещотку, особенно сильно закисшую. Но вот с этим ключом, скажем так, я откручиваю все трещотки. Трещотки, то есть не бывает такого, что трещотка не откручивается. Или кассета. А каретки, иногда, да, бывают каретки, которые просто не по резьбе на заводе запрессованы в резьбу. Да, заржавели, закисли. И где-то два-три раза в год приходится приваривать. Но там уже другая технология. Там уже сварочный аппарат, приваривается рычаг, и трехметровым рычагом все это срывается. А так вот очень удобная штука. Ну и как бы в мастерской у вас есть инструмент, который можно использовать в качестве биты или что-нибудь стукнуть куда-нибудь. И, соответственно, вот здесь вот можно приварить, например, и под кассету, и под трещотку. Можно приварить универсальный съемник под кассету и под трещотку. Ну, у меня вот здесь вот именно под трещотку стоит. И вот этот вот у меня под каретку, под обычную, под стандартную, под квадрат. То есть вот такой вот универсальный, мощный, огромный инструмент. Субтитры сделал DimaTorzok